Сильная женщина Татьяна Фомина. Чемпионка мира по пауэрлифтингу, воспитала сына, заслуженного тренера Российской Федерации, победила онкологию и продолжает блистать на соревнованиях. Татьяна в очередной раз заняла первое место на троеборье среди юношей, юниоров и ветеранов. Соревнования проходили в Нижегородской области. Там было женщин, ну где-то порядка 25-25. Раньше, вот до ковида, вы не представляете, было 40-50-60 женщин. Сейчас вот почему-то меньше стало. Не потому что меньше стали заниматься, а потому что средств нет. Это же ветераны. Многие уже на пенсии. А ветераны, те, которые работают, это 40 лет и до 50, это первый категорик, мастер один. С 50 до 60, мастер два. И с 60 до 70, мастер три. И уже свыше 70, это мастер четыре. Вот я как раз отношусь к тем, которые доживают до этого возраста. Но сейчас у меня соперник только штанга. В свои 77 лет спортсменка поднимает 105 килограммов становой тяги. Пауэрлифтингом надо заниматься до конца своей жизни. Для здоровья. Значит, вы будете всегда красивой, молодой. Никогда не будете стареть. Пауэрлифтинг как вид спорта пришел в Россию в начале 90-х годов и сразу завоевал популярность. Сегодня три основных упражнения, входящие в программу, считаются базовыми для развития силы и используются многими спортсменами. Приседания, жим штанги, лёжа и становая тяга позволяют задействовать практически все мышцы тела. В Ульяновске одним из первых тренеров, кто начал преподавать науку пауэрлифтинга, стал Альберт Фомин. А его наиболее старательным учеником оказалась его мама Татьяна. Спортом она занималась всю сознательную жизнь, но именно пауэрлифтингом заинтересовалась в 48. Свою первую награду она получила почти 30 лет назад. Это был не сверкающий кубок, а маленький плюшевый мишка. Он до сих пор сидит на самом видном месте и возглавляет плеяду медалей и кубков. Первые у меня были соревнования. Это было в 95-м году. Да, в начале 95-го года. Это у нас было соревнование в торпедо, чемпионат торпедо. Вот. И тогда я выступила. Мне подарили вот этого мишку. Это вот с первых соревнований. Он вместе со мной живет 30 лет уже. Семь побед на мировых первенствах. Пять титулов чемпионки Европы. Она привыкла громко заявлять о себе. Татьяна Фомина не собирается почивать на лаврах. Она готовится к первенству России. Соревнование состоится в Екатеринбурге этой весной. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Ултравда ТВ.